День с толком Новые подарки пандемии Может ли коронавирус спровоцировать инсульт? Бесплатная, но дорогая Многодетные семьи из Барноула больше не получат земельные участки в черте города Бюджет края на 2021 год утвержден Почему оппозицию беспокоит здравоохранение? Минздрав России запретил врачам публично высказываться о коронавирусе Отныне медицинские учреждения должны согласовывать свои комментарии с федеральным ведомством Как считают в Минздраве, сегодня информационная повестка вокруг COVID-19 Перегружена, в том числе сомнительными фактами и прогнозами В списке тех, кому следует придержать язык, 167 учреждений От нашего края туда попал только медицинский университет А накануне волну насмешек и осуждения вызвала новость о том, что в Минздраве края закрыли комментарии в своем инстаграм-аккаунте Последние недели под каждым постом ведомства появляются сотни гневных сообщений от людей, которые не могут добиться медицинской помощи Позже, конечно, в Минздраве сообщили, что произошел технический сбой и комментарии вновь открыты Однако ранее оставленные комментарии под старыми записями все же куда-то пропали Быть может потому, что, как заявили в Минздраве, большинство сообщений, как правило, носят эмоциональный характер И провоцируют панические настроения среди жителей Хотя для паники достаточно и сухой статистики В Крае по-прежнему растет число тяжелобольных пациентов с ковидом Сегодня их уже 480 151 житель подключен к аппаратам ИВЛ За сутки скончались 14 человек Выявлено 216 новых случаев заражения Кстати, на выходных барнаульцы намерены выйти на согласованный митинг, чтобы высказать свое недовольство работой Минздрава Есть и хорошие новости медицины В Крае удалось сократить количество смертей от инсульта на 3% по сравнению с прошлым годом Об этом сообщили сегодня в региональном сосудистом центре на базе Краевой клинической больницы Что еще интересного рассказали врачи во Всемирный день по борьбе с инсультом? Расскажет Ирина Корчагина А вот это что такое? Капоста Умница А вот это вот что такое, смотрите Лук Хорошо Нарушение речи, движение, долгая терапия Все это спутники перенесенного инсульта Врачи говорят, он может случиться и в 40, и в 30 лет, и на фоне полного здоровья Кстати, неврологи не исключают, что у некоторых ковидных пациентов инфекция может спровоцировать инсульт Коронавирус просто усиливает многие текущие патологические процессы Усиливается эндотелиальная дисфункция при атеросклерозе Ухудшаться может течение сахарного диабета в силу применения части препаратов Может ухудшаться, допустим, нарушение состояния сердца, нарушение ритма И тем самым, то есть те же самые причины могут вызвать инсульт Даже сейчас в непростых ковидных условиях в региональном сосудистом центре Круглосуточно оказывается нейрохирургическая помощь Дежурные нейрохирурги, они всегда на месте И тех больных, которых привозят именно по скорой медицинской помощи У которых диагностируется геморрагический инсульт Мы их сразу направляем на консультацию к нейрохирургу Иногда проводим консилиум Правда, как сейчас врачам удается соблюсти правила золотого часа Когда скорые едут по несколько дней, а плановая медпомощь ограничена, непонятно Скорая помощь, она подходит дифференцированно к тем вызовам, которые на нее ложатся И они смотрят, экстренная помощь, неотложенная помощь и так далее Но принципиального какого-то изменения в отношении именно инсультных больных мы пока не видим По словам сотрудников центра, за год в крае удалось немного снизить смертность от инсульта Если в прошлом году от него скончались 1605 жителей, то в этом 1560 Самое главное, говорят врачи, не упустить время Нарушение речи, движений, паралич рук, ног могут быть первыми звоночками болезни, которую слишком опасно игнорировать Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, День с толком Общественный транспорт – это одно из самых опасных мест, где можно заразиться коронавирусом К такому выводу пришли отечественные ученые Они и специалисты Роспотребнадзора все более настойчиво призывают людей носить маски в автобусах и трамваях Сегодня в Барнауле краевое надзорное ведомство совместно с полицией и общественниками провело очередной рейд Здравствуйте, управление Роспотребнадзора По соблюдению Нет, у нас все в масках, все хорошо Все в масках, да, все соблюдают Вчера проверяли рынки, сегодня ревизия в транспорте Подобный рейд не первый, но нарушители еще встречаются Как среди пассажиров, так и среди перевозчиков Одни маску забыли, другие носят неправильно Чем привлекает внимание Роспотребнадзора А сами почему масочки носите так? Я не спала Следите, что это нарушение Потому что это тоже нарушение Пассажироперевозчиков проверяют не только на предмет наличия масок, но и дезинфицирующих средств Комиссия оценивает так же, как часто и насколько качественно обрабатывают салоны автобуса или трамвая Поручни сидения вместо кондуктора В ходе сегодняшнего рейда выявлено одно нарушение Будет выписано предписание на извозчика с последующей проверкой Нарушителю предстоит исправиться в течение пяти дней Иначе ждет весьма внушительный штраф от 50 до 500 тысяч рублей Впрочем, сознательных пассажироперевозчиков отмечают проверяющие и становится все больше Так, за последнюю неделю комиссия выявила всего два нарушения масочного режима Никита Ермаков, Александр Андропов, День с толком Добавим, в эти минуты правительство края совместно с региональным оперативным штабом по коронавирусу Рассматривает решение Федерального Роспотребнадзора об усилении ограничительных мер в регионах страны О новых ужесточениях расскажем в ближайших выпусках Краевые депутаты приняли сегодня в первом чтении главный финансовый документ региона Одобрили его не все По мнению некоторых народных избранников, проект бюджета мало отражает реальные запросы жителей И в первую очередь в сфере медицины Об этом и других решениях очередной сессии ЗАГС Собрания в следующем сюжете 11 против, 52 за Вопрос краевого бюджета на следующий год был долгим и непростым После того, как по итогу года этого регион недополучит миллиард налогов В 2021-м увеличат расходы И эта необходимость никого не смутила Общий объем доходов краевого бюджета предлагается в сумме 106,6 миллиарда рублей Расходы в объеме 112,4 миллиарда рублей Мы планируем предельно возможный дефицит 5,827 миллионов рублей Главный финансовый документ, как и прежде, социально ориентированный Этому направлению отдадут 75% бюджета На медицину уйдет десятая часть расходов, но, по мнению оппозиции, этого недостаточно Мы рассматриваем бюджет, говорим о том, что в 2021 году мы будем с вами жить в чрезвычайной ситуации Хорошо, отлично, давайте тогда и, ну, мы надеялись увидеть бюджет, который бы отражал эту чрезвычайную ситуацию Вы посмотрите на статистику смертности в регионе В Алтайском крае она в полтора раза ниже, чем по России Какие нужны доказательства в этом? К статистике сейчас в целом отношение скептическое А вот нехватка врачей, оборудования, лекарств – реальность, в которой не сомневаются Некоторые депутаты предложили перестраховаться и заложить на здравоохранение больше Как увеличить госдолг, предложил глава справедливоросов Александр Молотов Эту идею и другие, как, например, поддержку предпринимателей, адресную помощь нуждающимся, проработают ко второму чтению закона о бюджете К тому моменту, уверен председатель АКЗС Александр Романенко, депутаты смогут учесть и помощь со стороны федерации Мы должны увидеть средства, которые пока не видим по доплатам детям В этом году более 5 миллиардов рублей получили, пока мы их не видим Классное руководство, инициатива президента 5000, мы их тоже должны увидеть Ряд национальных проектов, я допускаю, что это более десятка миллиардов рублей По инициативе общественной палаты депутаты сегодня внесли новые поправки в закон о псевдобарах Так, с января 2021 года на рынке останутся только те из них, где площадь зала не меньше 20 квадратов в селах и не меньше 30 в городах И на этом работа не остановится Учитывая то, что федеральный законодатель не определил нам право, которое давало бы возможность ограничить время продажи Ведь больше всего жалоб поступает в связи с нарушением норм и правил после 23 часов Также краевые депутаты приняли решение повышать выплаты и пенсии на 25% тем, кто работал в сельском хозяйстве 30 лет Вне зависимости от места проживания Пенсионерам подняли прожиточный минимум на 501 рубль А многодетным семьям придется привыкать к новым правилам предоставления земельных участков Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком Многодетные семьи из краевой столицы больше не смогут получать землю в черте Барнаула Эти и другие изменения в краевой закон о предоставлении участков нуждающимся приняли сегодня парламентарии региона Ускорит ли это очереди, в которых стоят годами, расскажет Валентина Аскерова В очереди на земельный участок семья Лукач стоит уже 4 года За все это время Татьяна и трое ее детей, можно сказать, не стали ближе к земле Они продвинулись всего на 100 человек И теперь 2951-й, но встав на очередь, хождение по мукам не закончилось За свой счет им самим необходимо найти подходящий вариант Нужно найти по кадастровой карте бесхозный участок, если такой имеется Чтобы он подходил к нужной категории земель А это нужная категория земель ЛПХ, либо индивидуальное жилищное строительство После поиска данного участка необходимо вызвать кадастрового инженера На которого тоже приходится тратиться Стоимость данных услуг стоит порядка 6000 рублей Сейчас семья переключила свое внимание на пригород, научный городок И не зря сегодня депутаты края приняли изменения в региональный закон О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным Получить на дело отныне можно лишь в Барнаульском округе Земля в самом городе под запретом Есть понятие городская черта, а есть городской округ Поэтому Лебяжья, Казенная заимка, Бельмесева, то есть все поселки, которые есть Но и в пригороде участок получить нелегко Рассчитывать на него могут лишь те семьи, которые прописаны в крайне менее двух лет Оппозиция такой подход не одобряет Получается, что у барнаульцев будет прав больше В части возможности выбора земли Для предоставления собственности А у небарнаульцев будет меньше Насколько это уместно таким образом Сегрегировать граждан в зависимости от места их регистрации То есть этот вопрос на самом деле Разработчики законопроекта Ну понятно, что прокуратура вроде не против Формально там мы ничего не нарушили Но с точки зрения морально-нравственно-этической фракции Сомнения по-прежнему остаются Поселок Бельмесева, пригород Барнаула Именно здесь семьям с детьми предлагают обосноваться Исходя из ответа мэрии Дороги и коммуникации здесь появятся не раньше 2022 года То есть участки дали, отсчитались, да Обязали как бы многодетным дать участки Участки-то выдали, а условий-то нету никаких абсолютно Станет ли очередь продвигаться быстрее Ни депутаты, ни чиновники от мэрии сказать не решаются Пока ясно одно Часть людей, тех, что без прописки Рискуют остаться без земли Остальным стоит присмотреться к пригороду Либо другим районам края Валентина Скерова, Николай Шилко День с толком Почти пяти тысячам алтайских семей Автоматически продляют детские выплаты от президента В Министерстве соцзащиты Алтайского края Объяснили, кому и когда ждать первых перечислений Речь идет о первенцах Речь идет о получателях данной меры социальной поддержки У которых дети, первенцы, еще раз повторюсь Достигнут возраста одного или двух лет в указанный период То есть с 1 октября текущего года по 1 марта 2021 года Размер федеральной поддержки составляет 10 203 рубля Период выплаты один год Право на ежемесячные выплаты, напомним, имеют семьи В которых подушевой доход не превышает двух мрот Автоматическое продление связано со сложной эпид-обстановкой Скульптурная композиция в духе соцреализма появилась в Барнауле Идея создания постамента в честь мастера производственного обучения И его ученика принадлежит Министерству образования региона Творческое воплощение известному педагогу и скульптору Сергею Мозговому Труд педагогов решили в региональном Минобре заслуживать отдельного арт-объекта С точки зрения идеи подобных скульптур в России больше нет Не так давно открыли постамент педагогам-фронтовикам Теперь же мастерам производственного обучения Тем более и повод есть 80-летие системы профтехобразования По задумке скульптора рядом с учеником его мастер Он держит в руках руль, а точнее символ управления промышленностью и даже страной Отметим, скульптура выполнена в духе соцреализма Надо было как-то отразить эпоху, что ли, дух времени То есть в одежде, в каких-то там позах, опять же жестах И поэтому вот такой немножечко сновидом соцреализма получился такой объект Кстати, ни капли бюджетных средств на реализацию скульптурных композиций Педагогам не потратили 100 тысяч взято из попечительского фонда Это пожертвование предприятий, граждан, предпринимателей В планах уже новые арт-объекты Мы теперь думаем над созданием памятника учителя информатики Который найдет свое воплощение на территории нашего института цифровых технологий Имени Олега Ростиславовича Львова И над созданием такой арт-кут тоже группы Учителю, вернее, педагогу дошкольного образования А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube Также для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Evalar До встречи